Говорит дальше имам им-нукудам аль-Магдаси ва минас-сунна, а также из-сунны Ак-Тарадды аля азвач расулиллах саллаллаху алейхи ассаляма То, что мы должны быть довольными женами посланника Аллаха саллаллаху алейхи ассаляма И должны просить за них довольства у Всевышнего Аллаха Уммагат аль-Му'minin и они являлись матерями верующих Аль-Мутаххарат, аль-Мубарраат являлись чистыми, очищенными и невиновными Минкуль-Лису, так, от всего, в чем их обвиняли Лучшие из жен пророка саллаллаху алейхи ассаляма это Хадиджа бин Хуэллик У Аиша Сыддыка и Аиша Правдивая Так, Бинту Сыддык, дочь Правдивая, то есть Абу-Бакра, ради Аллаху альхум аджмайин Аль-Лати барра Аллах фи китаби А Аишу, ради Аллаху, Всевышний Аллах, очистила тех обвинений, которыми ее обвиняли лицемеры Тем, что она сделала, что? Сделала, совершила прелюбодеяние То есть Сам Всевышний Аллах очистил ее от этого обвинения Зоудин Наби, саллаллаху ассалям, фиддуни валь-Ахира И Аиша, ради Аллаху, является женой пророка саллаллаху ассалям в этой дуни И в следующей И тот, который обвинит ее в том, в чем очистил ее От чего очистил ее Всевышний Аллах Тот является неверующим в Великого Аллаха То есть не верует в кого? Всемогущего Аллаха Та'аля А почему неверующий? Потому что Сам Всевышний говорит, что она невиновна А ты говоришь, что она виновна, ты неверующий Так как ты объявляешь или обвиняешь во лжи самого Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин Хукук, заудятан Наби, саллаллаху алейхи вассалям Права жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям Заудятан Наби, заудяту фиддуни валь-Ахира Вамагатуль му'менин Жены пророка являются женами его в дуни и вахира Так в этой жизни и в следующей являются матерями правоверных И мы обязаны, что, почитать их и возвеличивать их Так как они являлись женами пророка, саллаллаху алейхи вассалям Являлись женами последнего или печати пророков И они являются кем? Одними из семейства, то есть считаются теми, кто был из семейства пророка, саллаллаху алейхи вассалям Они были чистыми и очищенными То есть, что, благими То есть, очищенными от всех обвинений То есть, очищенными от всего того, в чем их обвиняли, касательно их чести Или их верности пророку, саллаллаху алейхи вассалям То есть, чистые или очищенные принадлежат кому? Чистым Как говорит Всевышний Аллах, то, что чистые, чистым И мужчины чистые, кому? Для чистых женщин Да будет доволен си ими Всевышний Аллах И сделает их довольными И да благословися Вячеслава Кого? Его пророка, ассадык, алямин Правдивого, верного Говорит Что касается жен пророка, с которыми он расстался посредством смерти То есть, как понять То есть, разделила пророка с его женами смерть одного из них Либо пророк скончался, они остались Либо жены скончались, и он остался Хунна, кто это такие? Имена их следующие Имеется ввиду То, что пророк с некоторыми своих жен расстался чем? Посредством смерти, а некоторыми Посредством развода Так вот, сейчас будут перечисляться те С которыми посланник Аллах расстался посредством смерти То есть, либо он умер, и они остались Либо они умерли, и он остался Первая Хадиджа бин Тухуэлит Первая жена Хадиджа бин Тухуэлит Ум Аулядихи Маада Ибрагим И она являлась матерью всех детей пророка салаллах салам Кроме кого? Кроме ребенка, который звали Ибрагим Одного из его сыновей И матерью Матерью Ибрагима кто была? Матерью была Мария Киптыя Так, то есть, одна из Кого? Рабынь Из Мисра, так Звали ее Мария И она не была женой пророка салаллах салам Не была женой пророка, а была его Невольница, так была его невольница То есть, Аль-Ама Поэтому она не является кем? Матерью правоверных Понятно ли? То есть, не называется, не относится к ней постановление Матери правоверных Говорит Посланник Аллах Женился на Хадиджи Бин Тухуэлид После того, как она была женой Сразу двоих людей Это Первый и второй Муж ее был То есть, до этого До пророка салаллах салам Хадиджи Бин Тухуэлид Была замужем дважды Ясно или нет? И затем, после этого, женился на ней Посланник Аллах Салаллаху алейху ассалам Говорит И посланник Аллах Не женился на второй жене Пока она была его женой Пока она не умерла То есть Как называется Она была его единственной женой До самой смерти Так? И она умерла в 10-м году После чего? После После пророчества Так и умерла она До того, как пророк салаллах салам Был вознесен На На Мярач То есть, на седьмой Выше семи небес Ради Аллаху ана Вторая из этих жен Аиша бинт Аби Бакра Саддых Аиша дочь Абу Бакра Ради Аллаху ана Улиха филма нам Пророк салаллах салам Увидел во сне Что она будет его женой Как это прислово в Бухарии Муслиме Со слов Аиши Так или нет? Пророк салам Я сказал Я видел во сне Что принесли меня То есть, тебя Ко мне И ты была завернута И сказали Это твоя жена И я открыл Лицо И посмотрел И говорит И вдруг это ты И я сказал Если в этом сне благо То Всевышний Аллах Притворит его Жизнь Так? То есть, в действительности Марратынил салата И пророк салам Видел ее во сне Своей женой Более двух или трех раз Два или три раза Вакиля гадимраатук И ему сказано было Это будущая твоя жена И пророк салам Заключил с ней Брачный договор Когда ей еще было 6 лет Бимакка И это было в Мекке Вадахал Алейха Фильмадина А непосредственно То есть, супружескую жизнь Начал с ней Уже в Медине Вальхатис Усинин Когда ей исполнилось 9 лет И она скончалась То есть, Аиша Рабилланга В 58-м году Третья жена пророка Это Сауда Бинт Зам'а Аль-Амирия Сауда Бинту Зам'а Аль-Амирия Тазаввадия Баадазаудин Муслим Пророк салам Женился на ней После того, как У нее был муж Мусульманин Так? Мусульманин И звали его Ас-Сакран Ибн Амар Аху Сухейль Брат Сухейля Брат Сухейля Ибн Амара То есть, понятно, да? У Сауды Бинту Зам'а Был муж Мусульманин После того, как Она освободилась От него Так, то есть, Стала свободной Пророк салам Женился на ней И она умерла Ахир Хиллафат Амар То есть, скончалась В конце правления Амара Ибн Хаттаба И некоторые говорят В 54-м году По хиджри Четвертая жена пророка Хафса бинт Амар Ибн Хаттаб То есть, Хафса Дочь кого Амара Ибн Хаттаба Тазаввадия Женился на ней Пророк салам После того, как Она была женой Одного из мусульман Которую звали Хунейс ибн Хузафа И он был убит В битве при Охуде И после этого На ней женился Кто? Посланник Аллаха И умерла Хафса В 41-м году Пятая жена пророка Зейнаб бинт Хузайма Аль-Хилалия Уммуль-Масакин Зейнаб бинт Хузайма Так И ее прозвище Было Какой Уммуль-Масакин Мать Бедняков Потому что Она всегда Раздавала им Садаха Говорит Женился на ней Пророк После того, как Скончался Или был убит Ее муж Абдулла Ибнаджах Где в битве При Охуде И она умерла В 4-м году По Хижри После того, как Пророк На ней женился Биасир То есть В скором времени Шестая жена Пророка Умму-Саляма Хинт Бинту Аби Умэя Аль-Махзумия То есть Звали Умму-Саляма Хинт Дочь Абу Умэя Так Тазавваджи Аба адамод Завджиха Аби Саляма Абдулла 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 Асад Ибнаджраха Женился Пророк Салам На ней После того, как Умер ее муж Которую звали Абу Саляма, Абдулла ибн Абдул-Асад ибн Джираха, асаббат ху фи ухуд. А, Тайб, Мин Джираха, точнее, что? Не Ибн Джираха, Мин Джираха, асаббат ху фи ухуд от того ранения, которое постигло его в битве при ухуде. То есть, Абу Саляма был ранен в битве при ухуде, а затем скончался, и после этого пророк с Аллахом женился на Ум Саляме. И она умерла или скончалась в 61-м году по хижре. Седьмая жена пророка Зайна бинт Джа'ш аль-Асадия, звали ее Зайна бинт Джа'ш аль-Асадия бинту Аммати и была она дочерью тети пророка с Аллахом со стороны его отца. Жодился на день пророка после того, как ее мужем был его же вольноотпущенник так в пятом году по хижре. И она умерла в двадцатом году по хижре. Дальше. Следующая восьмая жена пророка с Аллахом Джуэрия бинт Аль-Харит аль-Хуза'ия звали ее Джуэрия бинт Аль-Харит Тазавваджи Абадазоджиа Мусафи ибну Сафуан Пророк с Аллахом женился на ней после того, как ее мужем был Мусафи ибну Сафуан а также некоторые говорят Малик ибну Сафуан в шестом году по хижре пророк с Аллахом женился на Джуэрии и она умерла в каком? 56-м году. Следующая жена Ум-Мухабиба Рамля бинт Аби Суфиан Ум-Мухабиба кто? Дочь Абу Суфиана дочь Абу Суфиана которую звали Рамля то есть Абу Ум-Мухабиба зовут ее как Рамля Женился на ней пророк после того, как его мужем был один из мусульман который звали но затем этот человек вернулся в христианство или перешел в христианство после того, как был мусульманин и у себя можно отметить то, что эта история в достоверности ее есть сомнения так как в большинстве ее путей человек по имени Аль-Вахади Аль-Вахади кто был? Лжец был, так? Лжец то есть о том, что Абадулла ибн Аджаш был мусульманин а затем перешел обратно в христианство это история, что в ее досоверности есть сомнения так вот Ум-Мухабиба умерла в Медине во время правления ее брата а кто правил ее брат? Муавля так Муавля ибн Аби Суфиан Муавля сын Абу Суфиана а она Рамля дочь Абу Суфиана то есть Муавля получается и кто? брат родной, так? говорит в 44 году по хиджре она скончалась 10-я жена пророка София бин Тухуей бин Туахтаб София, так? Мин Бани Аннадыр и она была из Абанун Надыр Абанун Надыр это кто? Иудеи, так? в основе своей Мин Зурвед Харун ибн Аимран и София была из семейства кого? Харуна сына Аимрана так, то есть пророк то? Харун который был вместе с пророком Муса Алейсалям то есть она из его семейства говорит Пророк освободил ее а затем ее же освобождение сделал в виде махра и женился он на ней после того как она была замужем за двумя людьми то есть по порядку месяцу Первый Салам Ибн Умишкам который звали Салам Ибн Умишкам в Астане а второй Кинана Ибн Абил Хаких Кинана Ибн Абил Хаких Бада Фатхи Хайбар и пророк Савсан женился на Софии после открытия Хайбара в шестом году и она умерла в пятьдесятом году и одиннадцатая жена Маймуна Бентухариф Аль-Хилалия который звали Маймуна так? Тазавваджа Асана Сабиа то есть пророк Савсан женился на ней в седьмом году по хижре Фи Умрат он выполнил после чего? после Худайбийского договора Бада Заудейниль Ауваль Ибн Абди Яалейль в ссане Абу Рухам Ибн Абдул-Узза Ибн Абдул-Узза так? Говорит женился пророк Савсан на Маймуне после того как она была женой сразу двоих людей так? женой то есть была замужем имеется ввиду что за двумя опять таки по порядку так или нет? Первый ее муж был кто? Человек которого звали Ибн Абду Яалейль Ибн Абду Яалейль а второй Абу Рухам Ибн Абдул-Узза Банаби Гаффи Саров пророк Савсан начал с ней супружеской жизни местечко которое называется Саров и она умерла или скончалась в 51 году вот это вот один из жен кого? посланника Аллаха салаллаху асаляма из тех которыми с которыми он расстался по причине смерти понятно или нет? Говорит в хадии из-за уджата Набиа салаллаху асаллаху 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 как мы это только что сказали две из этих жен то есть из 11 скончались до него скончались до него а это Хадиджи бинту Хуэрит и Зейна бинту Хуэрит и девять из этих жен он скончался они остались и остались еще две жены с которыми пророк саллаху асаллаху 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 Почему? Говорит Тазауаджа Пророк Салаласан женился на ней, а затем Разошелся с ней И есть разногласия Почему пророк Салаласан разошелся с ней Сказал Ибн Исхак Кто такой Мухаммад Ибн Исхак, имам В чем в Сирии То есть пророк Салаласан нашел В ней какую-то болезнь И расстался с ней И после него На ней женился То есть после посланника Аллаха На ней женился тот человек По имени Мухаммад Ибн Аби Умайя Дальше вторая жена пророка Салаласан Умайма Бентун Нуман Ибн Шарахин Аль-Джуайния Или Аль-Джууния Звали ей Умайма Бентун Нуман Ухиллати калят Она та, которая сказала То есть когда пророк Салаласан Подошел к ней Она сказала, я прибегаю за помощью от тебя К Аллаху То есть И Всевышний Аллах То есть что посланник Аллах Салаласан Разошелся с ней И Аллах Салаласан лучше знает То есть вот эти вот две женщины Которые мы назвали выше Не имеют постановления матерей Так как пророк Салаласан Не Как называется Не ступил с ними Супружескую жизнь Непосредственно Говорит И самый лучший из жен пророков Или самый достойный из жен пророка Салаласан Это Это Хадиджа и Аиша Рады Аллаху ангума И каждый из этих двух То есть Хадиджа и Аиша Обладают Определенным почетом Друг над другом То есть Есть какие-то качества Которые есть у Хадиджи И нет их у Аиши И есть у Аиши Но нет их у Хадиджи Потому что Хадиджа Имеет те достоинства Которые не имеют Аиши Как то что она помогла И поддержала И оказала помощь пророку Салаласан В начале восстановления Ислама Так Тогда когда все посланники Аллаха объявляли Кем? Лжецом Кроме нее и Абу Бакра Как говорит посланник Аллаха Салаласан Говорил Абу Бакр Ты сказал правду А вы говорили Ты лжешь Так И говорит Но у Аиши Есть другие достоинства Так В конце уже Наоборот Жизни пророка Салаласан То есть Хадиджа Помогла в начале Религии Так В начале распространения Религии А Аиша Помогла Дальше Говорит Тем что она распространяла Знания То есть Сколько хадисов От нее передано Так или нет Или пользы Общине И говорит Всевышний Аллах Очистил ее Так или Обелил ее От того Чем Или в чем Обвинили ее Кто Мунафики То есть Лицемеры Из Ивка То есть Из чего Из обвинения В прелюбодьяне И это Очищение Или это Обеление Пришло ей От Всевышнего Аллаха В суре Ан-Нур Так То есть Был неспособлен Посланник Аллаха В суре Ан-Нур Говорит Каково Постановление Относительно Тех Которые Обвиняют Матерей Правоверных В прелюбодьяне Если кто-то Обвиняет В этом Аишу Так Вместе с тем Что Всевышний Аллах Очистил ее От этого И объявил От этого И объявил О ее Непричастности К этому То это Является Чем Неверием Неверием Билиджма По единогласному Мнению Почему Потому что Это Обвинение В лжи Или обвинение В лжи Самого Всевышнего Аллаха Потому что Это Обвинение В лжи Курана А что Что касается Если кто-то Обвинит В прелюбодьяне Какую-то Другую жену Пророка То есть Другую Мать Правоверных Не Аишу То в этом Вопросе Есть два Мнения Обладателя Знания Более Правильное Из этих Двух Мнений То что Это Тоже Является Неверием Потому что Это Опорочивание Кого Пророка Потому что Всевышний Сказал То что Дурные Женщины Для Дурных Людей А Благие Женщины Скажут что Это имеется Ввиду что В супружеской Верности В супружеской Верности А то что Касается Где Всевышний Аллах Про жену Нурха Сказал То что Она Была Неверна Ему Имеется Ввиду Не в супружеской Верности А в чем Имеется Ввиду В религии То что Она не Последовала За Нурхом Алейссалям В чем В его религии Так или нет А не в том Что она Изменяла Ему В супружеской Жизни И поэтому Исходя из этих Аятов Где Всевышний Говорит То что Благие Женщины Для благих Мужчин А дурные Женщины Для дурных Мужчин Отсюда Обладатели Знания Берут Что То что Если кто-то Обвинит При любодеянии Какой-либо Из жен Пророка Салам Будь то Даже не Аишу А других То этот человек Тоже не верующий Так как В этом Есть что Опорочивание Пророка Салам Аллаху Алейхи Ва салат